Детское ток-шоу для родителей Мы, дети, хотим помочь нашим родителям с выбором и показать, что школьный лагерь и поездка на море – это не все варианты организации нашего отдыха. Давайте представим наших гостей. Итак, гость номер один – Ольга Евгеньевна Ухалова. Работает инженером, у нее есть дочь Кира. Ольга Евгеньевна считает, что ее ребенок правильно проводит каникулы. Аплодисменты. Галина Николаевна Куча. 33 года. Проживает в городе Тюмени. Имеет двух прекрасных детей – Валерию и Марию. Галина часто не может прийти к одному мнению с детьми, поэтому организация каникул – это большая проблема в их семье. И наш третий гость – Лариса Николаевна Лашина. Работает бухгалтером, имеет сына Владимира. Сегодня наши приглашенные гости представляют из себя небольшой родительский комитет. Итак, у вас есть одна минута, чтобы посовещаться и выбрать председателя, который в конце программы подведет итог. Так, я вижу, вы готовы. Пожалуйста. Да, я буду представителем в этой программе. Большое спасибо. Аплодисменты. Для начала предоставляем вашему вниманию опрос среди жителей Тюмени, который провела наша коллега Кира Ухалова. Внимание на экран. Здравствуйте, дорогие телезрители. Я Кира Ухалова. Учебный год подходит к концу. Мы, школьники, с нетерпением ждем летних каникул. Поэтому самое время начинать их планировать. А кто, если не родители, помогут нам в этом больше всего? Давайте узнаем, чем займутся ученики тюменских школ этим летом и что посоветуют им их родители. Как ты планируешь провести летние каникулы? На первую смену я пойду в школьный лагерь. Потом буду много гулять с друзьями. И на третью смену поеду в загородный лагерь. На летних каникулах я поеду в летний школьный лагерь, в загородный лагерь и поеду с родителями отдыхать. В этом году я планирую поехать в Олимпийскую ребячку. Я там никогда не была. И поэтому мне очень интересно, что там будет. Я планирую в июне поехать в лагерь школьный, а в июле съездить в Вико-Черенбург. В июне я планирую пойти в летний школьный лагерь. Я учусь в гимназии номер 21. А в конце июля я поеду в Сочи. Какие места отдыха ты знаешь в нашем городе и за его пределами? Я знаю, что есть турбаза Рубин. Я знаю лагерь Олимпийская ребячка. За городом можно отдыхать в местном горе. В городе можно просто отдыхать в лесу. Ну, всякие парки там. Музей Краеведческий, музей ИЗО. В нашем городе я знаю мало места отдыха. Не знаю, можно сказать. А за пределами санаторий Сибирь и множество других. Родители принимают участие в организации твоих каникул. Они советуют побольше гулять и поменьше смотреть телевизор. Мама предлагает, а я говорю же, хочу я туда ехать или нет. Если мнения никак не могут сойтись, то я просто еду к бабушке. Предлагают варианты, куда поехать, пойти. Они предлагают мне варианты, куда можно поехать, а я выбираю. Какой ловик для ребенка самый интересный и полезный на ваш взгляд? Я бы хотела, чтобы у меня ребенок отдыхал совместно с какими-то развивающими занятиями. Мы будем искать какие-то кружки или школьные лагеря, летние лагеря, где есть, например, робототехника, где есть какие-то занятия, связанные с изобретательством. Если ребенок любит загородные лагеря, то это, наверное, самый лучший вариант. Там такие замечательные программы. Дети счастливы, когда приезжают оттуда. Новые друзья, много информации интересной. Прекрасный отдых. Мы заметили, что ответы были однообразны и предсказуемы. Родители так мало знают о том, как организовать отдых своим детям. Давайте справим это в нашей программе. Итак, дорогие родители, думаю, вы сами убедились, что наша коллега Кира сделала правильный вывод. Действительно, большинство и даже все опрошенные дети будут отдыхать летом либо в школьном лагере, либо в загородном лагере. Более того, родители, которых тоже опросили, считают лагерь самым лучшим местом для летнего отдыха. Ольга Евгеньевна, вы утверждаете, что ваш ребенок отдыхает правильно. Поделитесь же секретом с нашими телезрителями и гостями. Он ездит в лагерь или к бабушке в деревню? Ну, у нас и так, и так. Часть лета мой ребенок проводит в лагере, и часть лета проводит вместе с бабушкой. Я считаю, что это очень хороший отдых для ребенка, потому что в лагере есть много интересных занятий, всяких кружков, и это достаточно интересно. При этом я знаю, что мой ребенок в лагере в безопасности, потому что это конкретная организация, и я подхожу к выбору лагеря очень серьезно. То есть я узнаю, есть ли там какая-то связь с департаментом образования, может быть, именно от департамента этот лагерь. И на этом основывается мой выбор. Галина Николаевна, нам известно, что ваши девочки любят отдыхать по-разному. Как же вы находите компромисс? Ну, на самом деле, да, когда несколько детей в семье, наверное, в каждой семье возникает такая проблема. Я была бы за, чтобы мои дети периодически посещали школьные лагеря и загородные. Но вот, к сожалению, младший мой ребенок ни в коем случае не соглашается, попробовав однажды, ей это категорически не понравилось, вызвало дискомфорт. Старший ребенок был бы не против, но по отдельности они у нас тоже не отдыхают друг без друга. Поэтому мы находим компромисс, договариваемся, ищем другие варианты отдыха. Большое спасибо за ответ. Надеюсь, сегодня мы решим вашу проблему. И следующий вопрос у нас к Ларисе Николаевне. Скажите, пожалуйста, вот у школьников каникулы, как правило, 4 раза в год. Чем ваш сын занимается в эти каникулы? На летние каникулы мы предпочитаем активный отдых. То есть он достаточно разнообразный. Либо это спортивный лагерь, либо это лагерь, который уже надежный и проверенный. Мы уже не один раз туда ездили. А весенние, осенние и зимние каникулы, Мне кажется, ребенок должен чуть-чуть отдохнуть, восстановиться, потому что впереди длинная четверть, и ему надо восстановить свои силы. Ну и мы обсуждаем с ним, конечно, как ему будет интересно отдохнуть, что выбрать. Тут без обсуждений не обходится. Большое спасибо. Предоставляем вашему вниманию сюжет, подготовленный нашими юнкорами. Уверена, что вы откроете для себя необычный ответ на наш общий вопрос. Здравствуйте, дорогие телезрители. Меня зовут Надя. Меня зовут Маша. И сегодня мы с вами вместе познакомимся с известным тюменским путешественником и натурористом Павлом Сергеевичем Ситниковым. Многим известно, что Павел Сергеевич, организатор которого из Тюмени, мы узнаем, что же это такое, а главное, сделаем вывод, как лучше провести каникулы. Итак, мы с вами находимся в очень необычном месте. Это гостиница «Восток». В ней, потому что на всех этажах, можно сказать, музейная экспозиция, которая рассказывает о всей истории города Тюмени. И в том числе об истории пионерской организации. Девочки вот не в курсе, что это раньше было, а тем не менее, было очень весело. И вообще гостиница ждет не только гостей нашего города, но и всех горожан, потому что здесь проводится масса интереснейших, увлекательных мероприятий. Павел Сергеевич, расскажите, что такое тюменский экотуризм и в чем его особенности? Ну, тюменский экотуризм, он очень специфический. То есть мы не просто ходим в лес или куда-то в другое место. Я показываю о всем, что вижу. То есть о деревьях, о птицах, о насекомых, о травах, все, что спросят. Это, можно сказать, маленькое путешествие с натуралистом. В чем это может быть? Один день, два дня или даже три недели. Я обычно вожу в какие-то заповедные места, о которых ни в одном путеводителе, кстати говоря, не написано. Там, где туристы, еще другие туристы, еще не нагадили, будем так говорить. У нас есть место, где мы ездим и собираем кости животных ледникового периода. Этого вообще нигде в России, наверное, нет. Причем гарантия 200%. Это значит, что каждый найдет как минимум две кости. А если повезет, бивень мамонты. А бивень мамонты – это очень ценная вещь. Она может стоить миллион рублей даже. Так вот, кто что найдет, тот и его, понимаете? Мне всего 8 лет. Я могу попасть к вам в группу? Если да, то как мне надо убедить родителей, чтобы они меня отпустили? Можешь, конечно. У меня в Экатур ездят дети даже с минусовым возрастом. Это когда мама в животике еще вас носит, понимаете? Главное, чтобы кто-то из твоих родственников, папа, мама, дедушка, бабушка, неважно, был рядом с тобой. Становится ясно, что Экатуры – очень уникальное и полезное занятие. А на ваш взгляд, для детей это отдых или труд? Не думайте, что они скорее устанут, чем отдохнут? Смотря для кого. Вот есть дети, которые на переменах сидят в планшет и уткнулись. Для тех экотуризм будет это, конечно, каторга просто. Это ж ножками ходить надо. И вдруг до нескольких километров. А те дети, которые на переменах носятся, как сумасшедшие, по коридору в школе, по классу. Я вот через парту перепрыгивал повдоль, когда был старшеклассником. Для тех будет отдых. Павел Сергеевич, из ваших слов. В природе все интересно и полезно. А как же опасности? Змеи, насекомые, ядовитые ягоды. Как вам с большим опытом удается обезопасить свою группу? Если вы видите ягоду, для вас неизвестную, вы меня спрашиваете, я вам объясняю. Если она съедобная, я первый ее ем. А гадюк, между прочим, можно тоже кушать. Я в прошлом году 17 человек как-то зараз накормил жареной гадюкой, сам пожарил. Она вкуснее курицы, если ее нормально приготовить. Но это я их так наказал за то, что они ползали прямо на территории детского лагеря. Мой вопрос наиболее интересен родителям. Скажите, какую денежную сумму нужно выложить для того, чтобы отправить ребенка в Экатур? Ну, на самом деле, вот дошколята, которые ездят со своими родственниками, у меня вообще никогда денег не платят. Школьники всегда 50%, а ценник начинается от нуля рублей все-таки. Только взрослые, которые пассажиры, как на такси, иногда там за 400 километров туда-сюда ездят, обратно их довозят, вот они и платят. Обычно это бывает одна тысяча в день. Мы с Надей решили поехать. Нужна ли нам специальная подготовка? И вообще, что нам с собой взять? Аптечку или теплые вещи или побольше воды и еды? Каждый берет то, что он привык есть. Я на всех беру кашу-овсянку этой овсянкой. Хочет, не хочет, утром всех кормлю овсянкой. Причем с разными наполнителями бывает вкусно. Одежда у меня прописана какая, но есть такая универсальная фраза. Одеваться по погоде. А вот мы слышали, что у вас очень жесткие правила в плане туризма, что у вас нельзя пить, курить и материться. Как вы наказываете провинившихся? Я не думаю, что таких не бывает. У меня есть правило не наказать, а напугать. А пугаю я заранее. Вот инструктаж высылаю всем новичкам. Если с одним пунктом не согласен, значит лучше не ездить. А там 16 страниц, между прочим. Так что нормальные, адекватные люди, которые умеют себя вести и привыкли себя вести хорошо, те и едут. Действительно у вас все строго. Расскажите какую-нибудь смешную историю, связанную с походом. Был такой случай, когда я детям в экспедиции показал, насколько вкусные червячки, которые добывают во время колки дров, сосновых дров. Вот такие желтенькие, такие крепенькие. Это личинки жуков-усачей и личинки златок, тоже жуков. Я беру их за голову, откусываю, иногда макаю в солонку. Не поверите, вкус, как у кедровых орешков. И очень многие дети мечтали попробовать их и перепробовали, наверное, штук 30. Павел Сергеевич, меня и моих друзей очень интересует вопрос, как лучше провести каникулы, чтобы вы нам посоветовали. Летом надо ехать, конечно, туда, где шикарная природа. Видите, у меня майка Крым. Надо ехать в Крым. Со мной может тоже ехать ребенок, неважно, как он учится, главное, чтобы он себя ввел хорошо. И его родители тем более тоже. Спасибо вам большое, что рассказали нам столько всего интересного. Уверена, у вас впереди еще много планов и открытий. Думаю, теперь многие дети перестанут сидеть за компьютерами, а займутся туризмом. Мы с тобой так и сделаем. Дорогие родители, сейчас вы посмотрели наш сюжет про экотуризм. Хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу. Отправили бы детей своих на такую опасную поездку или нет? Начнем с вас, Ольга Евгеньевна. Ну да, для меня это, конечно, очень интересный вид отдыха. Я вот о нем в первый раз слышу. Мой ребенок как раз из категории тех детей, которые на переменах носятся. Поэтому этот вид отдыха бы очень классный. И, кстати, подошелся бы. Вопрос в другом. Мой ребенок еще маленький, и я не смогла бы с ней поехать. Галина Николаевна, что вы скажете? Я бы, наверное, все-таки не рискнула. Потому что, опять же, имея две недели отпуска в году, предпочтение, наверное, наша семья все-таки отдала бы поездки на море, на привычные курорты. Это первое. Во-вторых, все-таки меня не убедил ответ об опасностях. Потому что, ну, понятно, если ребенок спросит про ягодку, да, то ему ответят, можно или нельзя. Бывают дети, которые не спросят и скушают эту ягодку. Кроме того, можно получить какую-то травму, а в лесу навряд ли окажется квалифицированная медицинская помощь. То есть, я бы, наверное, пока не рискнула. Здравствуйте, меня зовут Юля. И вот такой мой вопрос. Помимо ядовитых ягод, змей, насекомых, непогоды, существуют и опасные водоемы. Готовы ли вы пожертвовать своим желанием и отправиться с ребенком в ЭКО-тур? Если он очень хочет, а без родителей нельзя. Надо взвесить все за и против. Естественно, что своего ребенка, если хоть малейшая опасность, одного я никуда не отпущу. Для меня его безопасность – это основа, которая должна быть, я думаю, считаю, у любого родителя. Первый раз бы, скорее всего, я поехала бы вместе с ребенком, чтобы проверить все самой, как все там с безопасностью. И, да, убедившись, возможно, бы я отпустила. Или, по крайней мере, мы бы нашли компромисс, то есть, может быть, нашла бы сопровождающего с ребенком. То есть, это же не обязательно может быть мама и папа, это может быть активная бабушка, например. Зачастую родители считают, что во время каникул необходимо продолжать обучение, повторяя школьный материал или посещая какие-то курсы. Этот вопрос вызывает наибольшее количество споров. Существует много семей, которые отправляют своих детей на спортивные секции или в музыкальную школу. Усталые после уроков, они отправляются на не всегда любимые занятия и благополучно там отсиживаются. Мысли лишь об отдыхе, которого их лишают. А когда наступит учебный год, войдут в него уставшими и разочарованными. Давайте же подтвердим или опровергнем это мнение, посмотрев наш следующий сюжет. Добрый день, дорогие телезрители. Меня зовут Карина Велиева. А меня зовут Юлия Катаева. Мы находимся в одной из школ дополнительного образования, а именно в школе юного ведущего. Многие родители одержимы успешным сдачей ЕГЭ своим ребенком, поэтому забывают о дополнительном образовании, которое формирует и развивает качества, присущие именно их детям. Достаточно ли только предметных знаний для успешности школьника? Неужели стоит все каникулы заниматься с репетиторами? Карина, каникулы – это время развлечений и отдыха после учебы. Но для тех, кто предпочитает отдыхать с пользой, мы расскажем об одной из самых интересных студий. А опытные педагоги нам в этом помогут. Вот такой, с виду небольшой кабинет, на выходные превращается в школу-студию. В субботу проходят занятия по актерскому мастерству и сценической речи. По воскресеньям – уроки журналистики. Длительность одного занятия в среднем полтора часа. Во время перерыва ребята могут отдохнуть, пообщаться друг с другом и попить чай со сладостями. Школу посещают учащиеся от 8 до 14 лет. На три предмета – три преподавателя. К каждому ученику они находят свой подход, поэтому отношения между ними не официально деловые, а дружеские и доверительные. Каждая встреча несет с собой много позитива и эмоций. Серьезные беседы и усердная работа разбавлены шутками и весельем. После занятия каждый носит с собой новые знания и умения, которые они применят по окончанию учебного года. Итоговым продуктом данного образования является телевизионный проект, созданный самими детьми. Преподавательский состав подобран не случайным образом. Каждый учитель работает в сфере своих знаний. Опыт каждого особенный, а мастерство его передачи неповторимо. Я преподаю ребятам основу журналистики. Раз в месяц мы занимаемся практикой. В конце месяца ребятам предстоит не только снять собственные видео сюжет с героями, которых они выбрали, но и подготовиться, принять участие в программе молодежной, которая выйдет по окончании нашего проекта. В нашу школу приходят ребята, которые в первую очередь хотят получить знания в области телевизионной журналистики. Также они развивают свои коммуникационные навыки. Многим родителям важно, чтобы их ребенок научился справляться с волнением, сам принимал решения, делал правильный выбор. Конечно, чтобы они уверенно чувствовали себя перед камерой. Актерское мастерство в принципе направлено именно на это. Чтобы у них не было каких-то физических зажимов, чтобы формировалась полноценная личность, чтобы они адекватно чувствовали себя на публике. И вообще я считаю, что эти качества не только на публике помогут. В летнее время я бы посоветовала и родителям, и детям сходить в какую-то дополнительную студию, для того, чтобы попробовать себя, возможно, с другой стороны, с той стороны, с которой ребенок себя еще, скажем так, не пробовал. Или, например, самый легкий и самый лучший вариант и для родителей, и для детей, и для бабушек, и дедушек – это летний отдых в деревне. Лично мне такие занятия пошли на пользу. Я стала лучше ориентироваться в культурной жизни города, стала грамотно выражать свои мысли перед публикой и камерой. И вообще, я чувствую преимущество перед одноклассниками. Ты права. А я вот стала более гибкой, артистичной, избавилась от волнения и страха перед публикой. Мне нравится рассказывать новости своим друзьям. К предстоящим каникулам готовы. Юлия Катаева и Карина Вилеева. Специально для Евразион ТВ. Выслушаем мнение наших гостей. Как вы относитесь к школам подобного характера? И если ребёнку будет интересно, то просто на одном дыхании у него пройдут все эти каникулы. Для него это не будет урока. Для него это будет, ну я не знаю, какое-то путешествие в страну, которое ему будет интересно, познавательно, и он отдохнёт, и чему-то ещё и научится. Поэтому очень интересно. Я считаю, что дополнительное образование должно проходить всё равно в рамках учебного года. Потому что каникулы, они для того и созданы, для того, чтобы ребёнок мог отдохнуть от какого-то учебного процесса. Даже если этот кружок будет выстроен так, что всё будет проходить в игровой форме, всё равно это чему-то обязывает ребёнка. То есть, возможно, какое-то выполнение домашнего задания или ещё что-то. То есть, какие-то будут рамки временные, например, что нужно будет собираться, приезжать и так далее и тому подобное. Я считаю, что в каникулы ребёнок должен отдыхать от всего этого. Я Надежда, у меня возник вопрос. Ваши дети уходят в подобные школы? Они устают или, наоборот, ждут с нестерпением снова занятий? Я думаю, Галина Николаевна ответит на этот вопрос. Да, мои дети ходят, посещают занятия в дополнительных школах различных. И период учебного процесса основного. И также я настаиваю на том, что вы посещали они это во время каникул. Почему? Потому что во время учебного процесса все силы всё-таки брошены основные на получение знаний в школе. А дополнительные занятия можем где-то прогулять, можем не посетить. И вот, как сказал один из педагогов в студии, мне очень понравилось, что действительно можно что-то попробовать новое, на что в период учебного процесса не хватает времени. Может быть, мы думаем, что наш ребёнок хорошо поёт, а он, оказывается, замечательно танцует. То есть за эти три месяца можно найти в себе какие-то новые таланты. Да, тут получается такая вещь, что мы не всегда можем увидеть те грани у наших детей, а это есть возможность попробовать и выявить новые таланты у него. Ну и когда же будет ребёнок отдыхать, получается? То есть даже если всё равно будет какой-то режим определённый у ребёнка летом во время вот этих вот кружков, то есть это нужно обязательно посещение, вот опять же домашнее задание. И получается, что даже если в игровой форме всё это происходит, то ребёнок, закончив школу, идёт дальше учиться. То есть всё равно, чтобы раскрыть какие-то свои грани, это нужен определённый труд. Мы говорим о том, что эти занятия должны быть интересны в первую очередь. То есть не родитель должен заставлять, ты идёшь туда, потому что я хочу, чтобы ты стал, например, журналистом, да? А ребёнок должен изъявить желание сам. Ну я согласна, но при этом это же можно сделать и во время учебного года, не обязательно это делать во время каникул. То есть как-то вот туда, ну я не согласна с этим, что... Хорошо, спасибо большое. У вас у всех очень интересные мнения. Давайте выслушаем ещё один вопрос из зала. Здравствуйте, меня зовут Николай, и вот мой вопрос. Моя мама хочет, чтобы я стал юристом, но я хочу быть художником, и поэтому прошу, чтобы она меня записала в ИЗО-студию. Но на это она говорит, что художник — это не профессия, ты ничего не добьёшься, и вообще я не хочу за это платить. И что мне делать в этой ситуации? Сейчас столько возможностей, в том числе в интернете, например. Есть огромнейшее просто количество всяких различных уроков на том же Ютубе. И, например, можно попробовать для начала себя вот как-то в каких-то бесплатных мероприятиях, то есть самостоятельно как-то попробовать изучить. И когда уже будет какой-то результат, возможно, то есть мама увидит там картину классную, и есть возможность, что она поменяет своё мнение по этому поводу. У меня есть другой подход. Я думаю, что надо ребёнку взять маму за руку, привезти в эту студию, а уж взрослые педагоги найдут аргументы для мамы. Когда мама увидит горящие глаза ребёнка, я думаю, что она всё поймёт и осознает. Значит, вы считаете, что ребёнок не может привезти достаточно весомые аргументы, чтобы убедить свою маму? Я думаю, в этом плане ему понадобится помощь. Именно тех педагогов, тех профессионалов, им будет гораздо проще справиться с мамой. Хорошо. Галина Николаевна, у вас, может, другое мнение? Я, наверное, маму поддержу, потому что иметь образование в нашей стране просто необходимо. И кроме того, юридическое, мне кажется, вообще необходимо каждому человеку в нашей стране иметь. Независимо от того, будем мы потом работать по этой специальности или не будем. Но, конечно, одно другому не мешает. Если есть такое увлечение, то его ни в коем случае нельзя забрасывать. Можно действительно обратиться к помощи каких-то бесплатных ресурсов, либо обратиться к помощи опытных педагогов и переубедить маму. Либо с мамой честно и откровенно поговорить. Мам, хорошо, я буду делать так, как ты хочешь, я буду получать знания в области юриспруденции, готовиться к поступлению в ВУЗ на отлично. Ну и ты, пожалуйста, выполни мою просьбу. Я смогу это всё совместить. То есть ты должен сам убедить маму, что тебе это будет по плечу. Меня зовут Валерия, и вот мой вопрос. Во время летних каникул я хочу отдохнуть, полежать на диване, но мама никак не соглашается. Как мне её убедить и добиться своего? Может быть, что-то неинтересное предлагает маму? Может, попробовать? Вот хочет ребёнок полежать на диване. Видимо, он сильно устал на протяжении учебного года заниматься. Три месяца – это слишком долгий срок. Да, лежать на диване. Трудиться, трудиться, ещё раз трудиться, и там труд из обезьяны сделал человека и так далее. То есть всё-таки всему есть предел. Взрослый человек имеет 28 календарных дней по законодательству. Почему бы детям не сделать тоже 28 календарных дней и оставшиеся два месяца, предположим, заняться вот какими-то дополнительными делами. А лежать на диване и чего добиться? Хорошо. Что узнать? Всё. Валерия не будет лежать на диване этим летом. А можно? Да, у меня есть тоже. На самом деле, я считаю, что здесь нужно совместить. Потому что сейчас бытует такое мнение, что человек по своей природе, он не ленивый. То есть ему недостаточно мотивации или ещё что-то подобного. И я считаю, что, возможно, можно как-то договориться с родителями. То есть, вот, например, я неделю лежу на диване и смотрю телевизор. То есть, вот, мне нужен недельный отдых, а вот неделя проходит, и затем я начинаю там заниматься чем-то. То есть, ну, как-то найти, да, компромисс с родителями. Я думаю, что они пойдут на уступки, если… Хорошо, спасибо. Ленивых детей мы услышали. Сейчас давайте подумаем о том, как поступить с теми детьми, которые как раз не хотят терять время даром, а хотят получать постоянно знания. Так вот, уже ни для кого не секрет, что Тюменский государственный университет позаботился о одарённых и просто любящих учиться детях. Смотрим наш последний сюжет. Всем добрый день. Меня зовут Николай, а это моя коллега Валерия. Мы хотим провести каникулы на весенней сессии, которая называется «Куманитариус». Учебно-научная школа Тюменского государственного университета приняла на сессию более 300 учащихся 8-11 классов. Занятия проходят с 25 марта по 4 апреля в оздоровительно-образовательном центре «Ребячья республика». На сессию приехали победители и призёры интеллектуальных мероприятий по русскому языку, литературе, истории, обществознанию из Ямала-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, Курганской, Омской и Тюменской областей. Талантливые школьники ежедневно занимаются под руководством ведущих преподавателей школ, вузов, научных центров. Для них предусмотрены мастер-классы, научно-популярные лекции, творческие мероприятия, дебаты, встречи с тюменскими писателями и другими выдающимися деятелями. Основная задача школы – раннее вовлечение в научно-исследовательскую деятельность, подготовка к успешному участию в профильных предметных олимпиадах, научных форумах, а также формированию творческого мышления у детей. Учебно-научная школа – это особая атмосфера сотрудничества и сотворчества, осмысления и поиск нестандартных решений и постановка оригинальных задач. Это школа формирования личностной эффективности и конкурентоспособности. Напомним, что в зимние каникулы проходила первая сессия «Квадрат Декарта», в которой участвовали знатоки математики и физики. Мне бы хотелось, чтобы эта смена прошла под девизом света, добра, ну и, конечно же, знаний. То есть мы все приехали за это. Поэтому вам на всю смену удачи, потому что в конце нас ждет зачет, в конце ждет подведение итогов. Юные поклонники истории, общества знания, русского языка и литературы полны новых эмоций и впечатлений. Я приехала в Республику первый раз, и первый раз бываю вообще на сессиях от Тюменского университета. Жду новых впечатлений, новых друзей, новые знания я уже получила, хотя только первый день занятий. Поэтому думаю, что в последующие дни я получу только еще больше знаний. Представляешь, Коля, работать с участниками весенней сессии будут лучшие преподаватели Тюмгу и преподаватели из Международной лаборатории образовательных технологий. Хоть я и не очень люблю учиться, но от таких каникул даже я бы не отказался. В мир знаний окунулись Николай Нестеров и Валерия Куча. Специально для Эрозион ТВ. Участие в проектах Тюмгу, безусловно, поможет ребенку определиться и с выбором вуза, и даже с поступлением в него. Родители, а Вы уже узнали, поинтересовались, кем хочет стать именно Ваш ребенок? Или Вы сами сделаете выбор? Мы договорились со своим ребенком, что он должен определиться, что он должен сам выбирать, к чему у него есть желание. И он со мной это обсудит. Но прежде всего в приоритете это его желание. Сейчас, когда мой ребенок еще только в начальной школе, моя задача скорее помочь ей раскрыть и увидеть свои таланты. Что с ними делать и какой из них выбрать, это будет решать уже непосредственно она сама. А если ребенок пойдет в подобную каникулярную школу, как при Тюменском государственном университете, это поможет ему в дальнейшем с выбором? Ну тут бы я не была так однозначно, потому что такой вид отдыха, он абсолютно не для всех. Даже несмотря на то, что там есть какая-то праздничная программа, какие-то конкурсы и такое активное участие, все равно такой формат он не для всех. Как я уже говорила, что я не совсем приветствую обучение во время каникул. Я за то, чтобы ребенок отдыхал все-таки, набирался сил перед следующим учебным годом. Мне вот наоборот очень понравился репортаж, и я думаю, что это будет полезно для деток именно уже 9-10 класса, когда они как раз стоят на пороге вот этого выбора. И естественно в рамках школьной программы мы все одинаковые, мы все равны, мы все сдаем алгебру, геометрию, английский язык, химию, физику, биологию. Кто-то более успешный, кто-то менее успешный. А вот здесь, как я поняла, уже с ребятами занимаются педагоги, то есть соответственно педагоги университета, да, это другое отношение как к взрослому. И ребенок уже воспринимает информацию как взрослый человек, и он понимает, нужно ли это ему в жизни или не нужно. Здравствуйте, меня зовут Маргарита. Я хочу задать вам вопрос. Считаете ли вы, что отдых вдалеке от родительского дома будет более хорошим для ребенка, чем отдых дома? Где лучше отдыхать ребенку? Вдали от родительского дома или же прям под присмотром? Ну, это зависит скорее от самого ребенка, потому что, да, есть дети, которые ни за что от родителей не уедут, а есть дети, которые они как-то с детства сами по себе уже достаточно самостоятельные, они могут о себе позаботиться, и для них это абсолютно нормальная обстановка. Поэтому здесь нужно смотреть индивидуально, конкретно у каждого ребенка. А есть родители, наоборот, те, кто ни за что не отпустит своего ребенка далеко. Меня зовут Маша, и я хочу задать такой вопрос. Я не люблю ездить в лагеря, но мама меня уговаривает. Как не надо убедить маму, чтобы она меня не уговаривала ездить в лагеря? Может пообщаться с другими детьми, которые ездили в лагерь? Маме или ребенку пообщаться? Ребенку, ребенку. Я все-таки... Есть опыт, когда у меня ребенок ездил в лагеря, у меня есть к ним большое доверие. По крайней мере, в те лагеря, в которые он ездил. Хорошо. А есть те, кто поддержит ребенка? Я, пожалуй, поддержу ребенка. Нужно как-то попробовать все-таки донести до мамы свою мысль, что мне не очень комфортно или удобно с другими детьми или еще что-то. Ну, то есть здесь нужно исходить прямо из интересов ребенка, потому что иногда можно в таком желании социализировать, например, ребенка, навредить так, что, например, ребенок больше просто никогда ни с кем не будет общаться. Уважаемые родители, сегодня в нашей программе мы показали вам три новых варианта проведения летнего отдыха для детей. Конечно, это не все варианты. Мы обошли стороной летний лагерь. Этим уже никого сегодня не удивить. Надеемся, что наши юные журналисты справились со своей задачей. Помочь родителям сделать правильный выбор, а главное стать ближе со своими родителями. Мы хотим дать вам минуту, чтобы посовещаться и подвести итог нашей программы. Что вы скажете? Как вы все это примете? Отдых от для детей. Может, это будет интересно. Ну, что там было, вот интересно. То есть какие-то моменты, может быть, что-то... У нашего родительского комитета было время посовещаться. Сейчас я попрошу нашего председателя подвести итог программы. Ольга Евгеньевна, вам слово. Спасибо. В первую очередь я хотела поблагодарить наших юных журналистов за то, что они сделали такие очень классные, яркие видеосюжеты. И подытожив, я скажу, что действительно, как ни странно, для нас был только один вид отдыха до этого, это детский лагерь. Вот лично для меня я не рассматривала вообще никакие другие варианты отдыха. Я считала, что это самый лучший, он комплексный, направленный на развитие ребенка и в то же время на отдых, потому что там у каждого лагеря своя очень классная программа. И я не рассматривала до сегодняшнего дня вообще направление экотуризма. Я даже не знала, что у нас есть вот такой человек, который занимается этой деятельностью. Единственное, конечно, что я не приветствую все равно обучение, то есть я как-то осталась при своем мнении. Хотелось бы поблагодарить, потому что на самом деле очень интересные были сюжеты. И вообще сам формат передачи, когда мы взрослые можем вот так вот открыто поговорить с детьми и услышать мнение не только своего ребенка, да, и высказать свое мнение, но и вот обсудить это с другими родителями и с другими детьми. То есть это вообще в принципе замечательно. Огромное спасибо. По разнообразию видов летнего отдыха тоже большое спасибо, потому что действительно у нас бытует мнение, это школьный лагерь, загородный лагерь, дача и в деревне у бабушки. Вот такие какие-то интересные вещи мы встречаем достаточно редко. Поэтому просто вот хочу вам сказать еще раз большое спасибо. Спасибо и вам, наши дорогие родители, за то, что поучаствовали в нашей программе и в качестве гостей, и в качестве экспертов. С вами были Мария Шершова и Дарья Батурина, а также наши коллеги. Кира Ухалова, Мария Куча, Валерия Куча, Юлия Катаева, Карина Велиева, Николай Нестеров, Надежда Колозян и Маргарита Гатунина. И детское ток-шоу для родителей, где и как провести каникулы. До встречи!